Доктор наук и просветитель Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, большое спасибо за приглашение. Очень рада вас видеть и надеемся сегодня разобраться во всех этих тонких материях, которые, тем не менее, связаны с нашей всей жизнью. И сначала я хочу спросить, вообще, как далеко в освоении космоса нам удалось зайти? Хороший вопрос. Удалось зайти далеко, но не так, как хотелось бы. Если мы вспомним фантастов середины прошлого века или статьи советских газет, мы уже думали, что с первого века будем на Марс по профсоюзным путёвкам летать, но пока что у нас не всё получается, не так далеко мы зашли, как хотелось бы. И как надо не зашли. А как надо и как хотелось бы? Вот для понимания, это какие ориентиры? Хотелось бы, чтобы уже в ближайшие годы возникли поселения на Луне и на Марсе. Хотелось бы, чтобы Эрмс Венера и Меркурия вращались бы на, господи, и телескопы космические, и радиооптические. Хотелось бы, это нужно в первую очередь для выживания человечества, нашей цивилизации. Ну и в принципе это с точки зрения науки тоже очень интересно. Но это пока что, опять же, по-прежнему мечты. А вот в целом, я прошу прощения за обывательский вопрос, но мне как человеку просто интересно, вот в соседней галактике мы уже летали, например, или мы пока вот дальше Венеры продвинуться не можем? Что бы там ни говорили, мы не покинули даже Солнечную систему. А уж до соседних галактик это даже, мне кажется, задачей невыполнимой в обозримой тысячелетия. Очень грустно. Но при этом космос бесконечен, и всё-таки надежда, наверное, на это есть. Он не только бесконечен, он разнообразен. Поэтому, когда мне говорят о соседних галактиках, это здорово. Но гораздо больше интересного, не до конца изученного, есть ещё в Солнечной системе. Уран, Нептун, где были аппараты в прошлом веке, единожды пролетали. Плутон, различные карликовые планеты за Плутоном, облако Орта, из которого к нам летят кометы. Вот это бы всё посмотреть, изучить, а главное освоить на пользу человечеству. Вот вы говорите, что к Урану уже летали наши аппараты, а что они там взяли? И вернулись ли они обратно? Нет, это была пролётная траектория аппаратов Voyager. Они просто пролетели, сфотографировали и полетели дальше. Вот знаете, конечно, вероятно, не самый тактичный вопрос, но, допустим, для обывателя кажется, что зачем нам летать вообще в космос, что нам эти снимки дадут, ну, кроме просто какого-то интереса. Может быть, вы прольёте свет на этот вопрос? Действительно, зачем? Да, безусловно. Только хотелось бы сказать, что это спрашивают не обыватели. Обыватель ничем не интересуется, такова его природа. Поэтому если человек задаёт вопросы, он уже как-то немножко от этого статуса отходит. Действительно, этот вопрос вполне справедлив, потому что мы все думаем, что на космос тратится очень много денег, но это неправда. Начнём с того, зачем это нужно. С точки зрения науки, для понимания нашего недалёкого будущего. Потому что в Солнечной системе очень много астероидов. Очень-очень много. Больше, чем, наверное, пыль у меня в квартире. Забыл сейчас подместить. Да. И эти астероиды могут и представляют для нас вполне себе не иллюзорную опасность. Я не говорю, что сейчас закончится наш прямой эфир, и астероид покажется на небе, и всё, конец. Вот в сентябре небольшой астероид диаметром 1 метр упал где-то над Филиппинами. Он взорвался, его осколки упали в филиппинские джунгли. Он маленький. Челябинский метеорит, который был несколько метров, более 10 метров, он не сгорел, он взорвался. И хорошо, что он взорвался не до самим Челябинском, а на подлёте к нему, а то были бы и человеческие жертвы. И чем больше мы знаем о Солнечной системе, тем больше мы этих угроз видим и способных отследить. А ещё мы, естественно, подыскиваем себе запасной аэродром. Потому что пока цивилизация находится на одной планете, она обречена. Астероид, пандемия, извержение супервулканов. Вот помните, когда ковид начинался, один из чиновников ООН сказал, как жалко, что у нас нет запасной планеты. Я смотрел на него и думаю, но это же вы меняли финансирование, запрещали космический полёт. Это вы сделали так, что вы, чиновники эти глобальные ООН, золотой миллиард, вы сделали всё, чтобы человечество не получило запасную планету. Надо с этим что-то делать. А в теории, даже если бы у нас была возможность высадиться на запасной планете, об этом мы тоже ещё поговорим, то насколько реально успеть туда релацироваться, то есть вот летит астероид, за какое время мы можем его засечь и как-то от него убежать? Ну то есть вся планета же быстро не эвакуируется. Конечно, речь не о том, чтобы эвакуировать всю планету, речь о том, чтобы было откуда прийти помощи. Склады различные, лаборатории, в общем, всё то, что можно в экстренном порядке, с Луны за сутки можно это было бы вернуть на Землю. Буквально, если очень постараться, туда полёт около трёх суток занимает, даже чуть уже поменьше, вот, переселять никого не надо, надо найти эту угрозу раньше, оценить масштабы и попытаться как-то этот астероид, например, или комету отклонить. Мы не сможем взорвать его атомными бомбами. Они бесполезны против астероидов, потому что астероиды очень плотные. Вот если вы атомную бомбу в гору засунете, она взорвётся, останется такой шарик диаметром 50-100 метров, гора будет на месте, всё будет хорошо. То же самое будет с астероидом. А многие астероиды, это вообще просто куча щебня летающего. Ну ты его взорвал, он обратно собрался, дальше полетел. На данный момент у нас не хватает ресурсов, чтобы открывать астероиды все на подлёте. В лучшем случае это будет за сутки, но тогда уже поздно дёргаться. Пока что это не совсем актуальная проблема, но уже животрепещущая. Это знаете, как зуб, который болит, болит, и вы никогда не знаете, когда же там будет нарыв. Может быть, сутки пойдёт, потерпите до врача. Может быть, через сегодня бежать надо. Так вот сегодня бежать надо. Ну вот животрепещущая, это значит, что где-то на подлёте есть некие астероиды, которые теоретически могут нам угрожать. Их списки. Их списки более чем с тысячей позиций. И сближение происходит несколько раз в месяц. Но только если... Я, кстати говоря, не понимаю, почему многие журналисты не находят эти списки в интернете. Тогда бы вот новостей про то, что с Землёй сближается астероид, они были бы почти каждую неделю. Люди бы от этого устали, но какой-то процент аудитории нашей журналиста бы подцепили. К сожалению, это суровая правда. Нам с этим приходится мириться. Пока что они все пролетают. Пока что. Но когда наступит тот самый момент, трудно сказать. Ну вот смотрите. Осваиваем для безопасности, осваиваем для того, чтобы что-то на другие планеты перенести. Что это может быть? И на какие планеты теоретически можно, значит, перенести? Человечество. Цивилизация. Цивилизация наша насчитывает многие тысячелетия. Было бы обидно, если бы она угасла, просто из-за того, что не нашлось денег на очередной космический телескоп или на очередную космическую экспедицию. На Луну можно вынести, например, опасное производство. Более того, на Луне очень много материала, который очень важен для промышленности Земли. Называется он титан. Если для того, чтобы добыть титан на Земле, я должен, условно, образно говоря, самосвалы породы переработать, то на Луне достаточно просто набрать ведро лунного грунта, и в нем будет очень-очень много титана. То есть фактически мы можем обезопасить нашу среду окружающую тем, что мы будем все вот эти весь циклы работ, связанные с добычей, с выплавкой, переплавкой, делать на Луне. Это и нагрузка на планету меньше, это нагрузка меньше на людей. А фактически, хотя Луна и маленькая, очень маленькая, это только кажется, она большая, на самом деле это что-то около 50-й части Земли. То есть если представить себе арбуз, от него 50-ю часть вытащить, это и будет Луна. По массе, не по размерам. На самом деле там ресурсов хватит всем, и может быть на 100, на 200, на 300 лет. Это еще и решение проблемы дефицита. Решение проблемы дефицита это решение проблемы социального неравенства. Видите, как мы начали с малого, стали разматывать ниточку, и видим, что космос, он все-таки решает часть проблем нашего человечества, нашей цивилизации. Ну да, получается, что без космоса никуда. Но если теоретически сделать то, о чем вы говорили, перенести туда вредные производства, брать оттуда необходимые материалы, то это какое-то роботизированное все должно быть, или все-таки люди тоже освоят Луну? Вот эти вот работники заводов, например, вот этих вредных производств. Или это все будет без людей? Вы знаете, если современные тенденции посмотреть, то в современной, ну, российской промышленности, мы сейчас давайте будем говорить о ней, то там роботизация соседствует с ручным трудом. Ручной труд местами необходим. Более того, даже за самым совершенным роботом, даже за армией этих роботов, нужно, чтобы человек смотрел. У искусственного интеллекта нет фантазии и воображения, поэтому он не может быстро сориентироваться в нестандартной ситуации. Поэтому я думаю, что на Луне будут и роботы, и люди, и, может быть, будут работать вахтенным методом. Скорее всего, и будут, потому что низкая гравитация не очень, мягко говоря, полезна для человеческого организма. Ну, а вообще условия на Луне насколько пригодны для обычной нашей с вами жизни? Для того, чтобы там работать хотя бы. Ну, если выйти погулять вполне без скафандра, то это закончится печально. В принципе, я вспоминаю советские проекты городов и поселений на Луне, знаменитая база «Звезда», она предполагалась в виде звезды. В принципе, всё там можно сделать. Там есть огромное количество, как мы... Что-то я погорячился. Некоторое количество. Мне кажется, что огромное, потому что мы ещё не до конца знаем в том недрах Луны пещер, где можно размещать жилые модули, где люди будут защищены естественной преградой от ультрафиолета, от солнечной радиации, которая, между прочим, на Луне гораздо-гораздо сильнее, чем здесь. Если мы найдём на Луне достаточное количество льда, то решится вопрос с обеспечением кислородом, питьевой водой. Так что, в принципе, да, не приспособлено. Но ведь почему человек выжил? Почему животные вымирают, человек выживает? Он приспосабливает внешнюю среду к себе. Это, кстати, принципиальная анализ между обывателем и тем, кто задаёт вопрос. То есть, если я вас правильно понимаю, то технически приспособить среду Луны под жизнь землян можно, но тогда в чём вопрос? Да. Вопрос в приоритетах и в том числе финансировании. Вот, например, если я недавно читал материал об американской лунной программе, китайская вроде идёт по плану. Ну вот, американская лунная программа отстаёт на годы, деньги уходят непонятно куда, подрядчики не справляются. SpaceX, например, до сих пор так и не предоставила решения по скафандру, в котором можно на Луне ходить. Ну и, конечно, просто липолагание. Потому что многие люди совершенно, как мне кажется, наивно уверены, что они живут сегодняшним днём и завтра ничего плохого, да и хорошего, тоже не произойдёт. Поэтому дорогой телефон в руках или фирма по производству дорогих телефонов кажется более выгодной, чем освоение Луны. Но тот, кто освоит Луну, а это, судя по всему, будут ведущие мировые державы, в том числе и Россия, конечно, вот те на ближайшие века очень-очень сильно выиграют. Понимаете, космос — это инвестиции в долгую. А большинству людей, ну не большинству, а может, хочется, чтобы что-то получить либо без вложений, либо с минимальными, и уже завтра, но мы же с вами знаем, такого не бывает. Ну, на ваш взгляд научный, насколько действительно остро и актуально стоит проблема вот освоения Луны, в частности? Я правильно понимаю, что это самый освоенный такой объект, да, ближайший? Самый ближайший и самый знакомый. Насколько остро? Да, на все 100%. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот почему у нас в прошлом году был старт Луны-25? Почему Индия рвется на Луну? Китай, Пакистан. Знаете, что в этом году Пакистан запустил спутник к Луне? Все хотят туда. Все крупные игроки осознают выгоды освоения межпланетного пространства и небесных тел. Поэтому вопрос, может, и стоит остро, но пока что у него нет общественной поддержки, заинтересованности. Я прекрасно понимаю людей, потому что не всегда сложно, не всегда просто понять, о чем таком сложно. Эти вот дяденьки говорят на своих кафедрах, в своих лабораториях, на своих космодромах. Я прекрасно понимаю. Поэтому если мы наладим диалог с обществом, покажем ему, насколько все-таки космос важен, интересен, нужен и какие можно с него богатства получить, вот тогда все пойдет быстрее. Что еще из наших соседей по Солнечной системе достаточно хорошо освоено и изучено. То есть от Луны мы поняли, чего мы можем ждать и что мы можем взять. А откуда еще мы можем что-то взять? Тут напрашивается сам по себе вопрос. Это Марс, четвертая планета от Солнца. Сейчас жители европейской территории России после полуночи уже могут видеть Марс на небе. А сориентируйтесь, как его найти? Необходимо посмотреть восточную часть на небо, низко над горизонтом, красная звездочка, прям красная-красная. Это Марс. А чуть выше его, значительно выше его и несколько дальше, еще более яркая звездочка, это Юпитер. Даже Юпитер сейчас виден. Но, к сожалению, без карты звездного неба, сами понимаете, на таком большом пространстве очень сложно все это на пальцах объяснить. Марс интересен... Вот, понимаете, на Луне очень низкая гравитация все же. И здесь неизбежно человеческий организм будет страдать. На Марсе она гораздо выше, но все равно меньше земной. Блин, где-то в два раза. Но это более щадяще для нашего организма. Да и, в принципе, поколение, рожденное на Марсе, все-таки там к этой гравитации приспособится. На Марсе есть атмосфера, на Марсе есть залежи льда, причем мы их видим, полярные шапки. На Марсе есть глубокие каньоны, каньоны Маронера, лабиринт ночи знаменитый, где можно жить. То есть, если Луна – это ресурсы, то Марс – это место для жизни, а может даже и курорт. Там отличные высокие вулканы, которым альпинисты могут покорить. Почему нет? Фотосессия на Марсе. Фотосессия на Марсе. Замечательно. А сколько нужно времени, чтобы на этот курорт нам вот так долететь? Если все получится, и мы освоим Луну, перенесем туда производство, и у нас останутся деньги, и мы освоим еще и Марс. Ну, вот проблема. Сейчас пилотируемый полет невозможен. Маск сказал, что в 2028 году он пилотируемый полет отправит. Это не соответствует действительности. Сейчас лететь на современных двигателях, лететь на Марс, химических тех самых, которые на ракетах, они очень хорошие, они просто замечательные, они гениальны. Но на них только на Луну, они очень прожорливые, потому что требуется разогнать корабль, а чтобы разогнать корабль, нужно много топлива, а чем больше топлива, тем хуже работают двигатели, потому что махину толкают. Мы попадаем в замкнутый круг. Полгода сейчас лететь до Марса. За это время человек туда прилетит не то чтобы совсем уж каком-то больным, но весьма-весьма истощенным, потому что необходимо изнаряющие физические тренировки, чтобы преодолеть воздействие невесомости. Необходимо с собой брать еду, воду. Это что, что целый караван посылать? А какой тогда смысл? Поэтому нам необходимы принципиально новые двигатели, которые смогли бы за 2-3 недели доставить человека на Марс. Вот 2-3 недели максимум. Это вот срок, на который можно было бы рассчитывать после того, как мы закрепимся на Луне. То есть про Марс тоже все-таки немножечко мы знаем. А какие планеты из нашей Солнечной системы, если уж мы говорим пока о планетах, еще совсем не изучены и пока непонятно, что мы можем от них взять? Ну, это в первую очередь Уран, Нептун и его спутники. Например, спутники Урана только единожды были сфотографированы при пролете автоматической межпланетной станции «Вояджер». Мы знаем там, что творится на 40% их. А химический состав затруднительно пока определить. Потенциал там для освоения, для изучения тоже затруднительно. Надо подлететь и посмотреть. Уран, Нептун, Плутон, пояс астероидов, вот мне очень нравится, между Марсом и Юпитером. Вот знали ли вы, что есть астероиды, астероиды целиком, состоящие почти целиком из драгоценных металлов? Из каких интересных? Из серебра, например. Неплохо. Много никеля. Есть астероиды, которые являются зародышами планет, неудавшимися, так они и железно-никелевые ядра. Вот, пожалуйста, там столько, что человечеству хватит. Платиновые астероиды. Вот. Вот это уже люкс для ювелирного производства, например. Тяжелый люкс, учитывая их размеры. И если мы... Об этом еще Циолковский писал. Если мы овладеем технологией кобычи и полиции на астероиде, то вообще все, золотой век. Изобилие. Но если все так хорошо в космосе, то тогда, еще раз возвращаюсь к вопросу, тогда в чем же дело, если мы знаем несомненные плюсы освоения космоса, то почему мы этого не делаем? Это вопрос приоритетов опять? Первый вопрос приоритетов. Второе, это долгая дорога. И по долгой дороге надо идти, не останавливаясь. В конце 80-х, с конца 80-х и до начала нулевых в космическом, в исследованиях космоса была огромнейшая пауза. Почти ничего никуда не летало. Несколько миссий на Марс, несколько на Луну. Ну, сейчас на Луну-то 4-5-6 миссий в год запускают. Это много или мало? Да, это много. И к Марсу свои аппараты уже объединенные Арабские Эмираты отправляли. Китай вообще молодцы. Российско-европейский экзомарс есть. А тогда было где-то 15-20 лет полной тишины. Первые приоритеты. Не всем хочется по этой дороге идти. Тем более, сейчас я тут говорю о Фрёме и Физе. На словах все красиво. Но гораздо кажется людям выгоднее разворотить земную поверхность, сделать огромный карьер, вырубить леса, но выгрести из недр ничтожно малое дорогого вещества. Ведь надо лететь, отработать технологии, набрать людей. И надо сказать, что сейчас космические полёты дороги. Не так дороги, как при Гагарине. Не так дороги, даже как когда стартовали советские миссии к Марсу. Марс-2, Марс-3. Но, к сожалению, не все хотят в это вкладываться. То есть не видят отдачи. А когда человек не видит... Я их прекрасно понимаю. Когда вы не видите отдачи, вы думаете, что я здесь делаю? То есть здесь и инерция мышления, риски вполне себе оправданы, и они пугают. Луна-25 разбилась, у американцев были огромные проблемы, у Китая, слава богу, там тоже было не всё гладко. Да, это всё, что ты строишь здесь за миллионы, чтобы лететь к Луне или к Марсу, оно может разбиться, перегореть, сойти с орбиты. Осторожность. Но, с другой стороны, это вопрос, опять же, престижа. А Россия всегда была и есть, и будет космической державой. Конечно. Более того, Россия ведь не только открыла путь человечества в космос. Константин Гуалович не будет выходить. Я противник понятия космической гонки, потому что мы никуда не торопимся. В масштабах космоса. Да, мы никуда не торопимся. Лучше чуть помедленнее, но уж сделать наверняка. Вот. И я думаю, что вот США, Китай, Россия, это те, кто... Индия, вот. Те, кто смогут закрепиться на Луне и на Марсе. Опять же, вопрос, когда, когда, когда. Он подвешен в воздухе для всех, не только для России. Везде стоит знак вопроса. Вопрос еще, когда мы все-таки начнем искать ответ на этот вопрос. Какие сейчас ближайшие, скажем так, цели тактические в освоении космоса? Над чем работаем? Все-таки над чем-то же мы работаем? Да, совершенно правильный вопрос. И действительно, люди иногда интересуются, что есть сейчас. Ну, первое, это пилотируемые полеты, это МКС. Я спрашиваю, а что там так люди долго летают? Они там делают научные эксперименты. Один из них называется эксперимент по биопринтингу. В условиях невесомости или, как говорить, правильной микрогравитации оказывается, можно органы выращивать донорские, которые потом людям пересаживать можно. Возможно, получать чрезвычайно чистые сплавы. Очень чистые. Ну и, конечно, околоземная орбита это отличное место для спутников связи. Но и тех, о которых мы говорим, да, Старлинг. Вот у нас, например, мало кто знает, кроме специалистов, есть международная система Коспас-Сарсат, в рамках которой спутники, в том числе сделанные в России, Арктика М и прочее, они занимаются мониторингом чрезвычайных ситуаций на море. То есть, если какой-нибудь корабль попадает в беду, он выбрасывает буй, который связывается с этими спутниками, и сразу же помощь высылается. То есть, сейчас околоземное пространство осваивается в таких вот утилитарных, но от этого не менее важных целях, как спасение людей, мониторинг за погодой, за изменениями климата, обеспечение бесперебойной связи. Что же касается дальнейших целей, то мы сейчас продолжаем подготовку различных миссий на Луне. Надо долететь. Мы мало что знаем о северном и южном полюсе Луны, потому что «Коралма-25» разбилась, некие недоброжелатели говорили, ну зачем туда летали, там же все известно. Мы были только на экваторе, в полиэкваториальных областях. Но ведь и Земля, и Луна, это все-таки большие миры, и даже Земля разная. Если мы приземнемся на экваторе, а потом в Антарктиде, мы скажем, это две разные планеты. В Сахаре и в Сибири то же самое с Луной. Было совсем интересно, есть ли там лед, есть ли лед на северном и на южном полюсе. Что же касается Марса, незакрытые вопросы, а что там с запасами льда, а что там с лулканической активностью. Оказывается, Марс сейсмически более активен, чем предполагалось. Это может создать новые трудности, например, для его заселения и освоения. Ну и, конечно, проблема связанная с астероидами. Астероидная опасность, она не снята, она не решена. Чем больше космических телескопов будет, чем дальше мы их запустим. Я в самом начале говорил о Меркурии и Венере. Они должны лететь, эти телескопы должны быть направлены ближе к Солнцу. Вы скажете, ну это же парадокс, они же ослепнут. Они должны быть повернуты зеркалами на Землю. Вот в чем проблема. Мы не можем с Земли наблюдать астероиды, летящие со стороны Солнца. Челябинский метеорит прилетел со стороны Солнца. Мы его просто не увидели. Слепая зона, да, получается? Совершенно верно. Вот это то, над чем сейчас работают. Я искренне надеюсь, что после 26-го года полетит Луна-26. Это очень важно. Вот недавно господин Мантру говорил, что все идет по плану, все это хорошо. У меня есть основания ему доверять. Потом Луна-27, это забор грунта. И вот тут мы наконец-то ответим на вопрос, что там со льдом на полюсах. Это все у нас впереди. Это все в ближайшие годы. А зачем нам ответ на вопрос, что там со льдом? Это на случай, если на Земле закончатся запасы воды? На случай, если мы прилетим, будем основывать базы, заводы и прочее. Нам же нужна вода, чтобы получать ее на месте с Земли. Ее возить, это слишком дорогое удовольствие, согласитесь. Да, действительно, очень долгий получается трубопровод. Вообще, когда мы говорим об освоении космоса, мы же, наверное, имеем в виду не только планеты. Это так или нет? Ну, пока что мы имеем в виду все тела Солнечной системы, до которых мы можем объективно дотянуться. Астероиды, планеты и вроде все. Было бы замечательно, если бы к кометам, как к Советскому Союзу, аппараты отправляли почаще, но, к сожалению, пока что эта тема почему-то не рассматривается крупнейшими космическими агентствами. Хотя вот уже в октябре на небе северном полушаре появится очень яркая комета. С2023А3. И тоже было бы интересно к ней подлететь, посмотреть. Но пока что вот. С другой стороны, что нам, собственно, с комет взять? Хотела спросить, у вас как раз, да? Это очень активные тела при приближении к Солнцу. Они тают, испускают газ, пыль. Но вот с другой стороны, есть гипотеза, что именно кометы могли занести на Землю необходимое вещество для возникновения жизни. Поэтому вот была уже одна в истории посадка на комету, Чурюмова-Герасименко, по-моему. Хотелось бы еще раз, еще и прибыть, и посмотреть, возможно, наше пребывание здесь с вами, это тоже, как бы сказал, циолковские воли космоса, а не каких-то случайных процессов на Земле. Ведь в космосе тоже могла как-то жизнь зародиться. Кто знает? А на основании каких фактов или гипотез как раз появилась мысль о том, что комета могла занести сюда жизнь? Что это за микроэлементы такие? На самом деле это некие редкоземельные металлы и, в принципе, элементы, входящие в ДНК и РНК. А это гипотеза, потому что был смоделирован и исследован, частично исследован, частично смоделирован первичный химический состав Земли. И вот там было, были вещества, но их мало. Те самые, которые потом стали образовывать молекулы ДНК, РНК, белки. в космосе очень много органического вещества. В кометах, в туманностях, даже на Плутон. Весь Плутон покрыт красноватым слоем талинов органического вещества. А мы это как узнали, простите за то, что я вас перебила, и за такое уточнение, как мы узнали, что вот на Плутоне много органических? Здесь проще, потому что Плутон, в окрестовании Плутона посещал аппарат новые горизонты. Он не только сделал фотографии, но и провел анализ отраженного света. Вот по отраженному от веществу света, вот от стола, от этого, от водички, можно узнать химический состав этого вещества. А здесь нам в астрономном очень помогают радиотелескопы в том числе. Вот мы таким образом даже узнали, что в центре галактики, там, где громадные черные дэра звезды ест, там тоже есть органические вещества, сложные спирты. И, возможно, кометы эту органику добавили на Землю до некой критической величины, после которой и началась жизнь. Это вообще замечательно. А вот эти органические вещества в космосе, насколько они хорошо изучены, сколько их вообще уже, ну, известны и открыто. И что дальше мы будем делать с этой информацией? Ну, физика и химия везде одинаковы, поэтому никаких веществ, которых мы не знаем на Земле, в космосе, да, нету, там всё. Насколько изучено, ну, оценки первоначальные есть по каждым звёздным системам, по туманностям. Что мы будем с этим делать? Пока ничего. Пока что это будет нашу решать картину мира. Но тут ведь вот в чём проблема. Многие люди, вот опять же, к вопросу ожидания, ждут от науки быстрых решений сегодня. Но от первых опытов с паровой машиной до первой паровой машины прошло, по-моему, тысячелетие. То же самое с электричеством. От первых опытов в сотовой связи до телефона в наших руках прошло менее сотни лет. Давайте вспомним начало 90-х, когда презентовали технологию лазерной записи на CD и DVD. Все говорили, ну вот, когда-нибудь, через 100 лет, мы сейчас с вами в 2024 году сидим, у нас уже у всех флешки. А CD и DVD это уже можно, ну если не в музей ставить, но сказать, это вот годы моей юности. Поэтому стоит набраться терпения и немножко включить фантазию. Всё будет, но не сразу. Тем более, надо понимать, что вот это накопление информации может препятствовать некоторые внешние факторы. Иногда дела нет, иногда ресурсов нет, иногда просто не до этого. Поэтому надо ждать, терпеть. А какой сейчас самый такой острый, актуальный вопрос стоит в освоении космоса? Самый острый, актуальный, это поддержка работы орбитальных станций, это экспедиции на Луну Марс, это разработка двигателей, которые могут нас быстрее перемещать. Это система связи между удаленными космическими объектами на основе лазера. Здесь в России тоже опыты проводятся, лазерная передача данных. Так что, и в принципе, когда мы говорим о острых проблемах, надо понимать, что сейчас в науке столько новых данных, сведений поступает, что сложно сказать, сложно объять необъятное. Надо брать вот узкого специалиста, вот конкретно планетолога, условно говоря, конкретно астрофизика и задавать такие вопросы. Мы же, когда у нас зуб болит, не идём к невропатологу и говорим, ну а что в стоматологии, как дела там? Как дела, да. Он говорит, не знаю. Вот, так же и здесь. Я обрисовал лишь общие, те, которые выносятся на поверхность, чтобы уважаемым зрителям и вам, ну как бы, вы чувствовали себя в своей тарелке, да. Вот, так что. Ну, сколько вообще неисследованных, загадочных, так скажем, объектов осталось в космосе? Ну, да, я понимаю, что, наверное, не самый корректный вопрос, не то чтобы сколько, а что вообще это за объекты самые таинственные? Давайте, тут уже лично оценочное суждение, никак, потому что наука не оперирует категориями таинственного. Ну да. А экзопланеты, это планеты, которые лежат вне слоочной системы. Нам очень интересно, а есть ли там где-то жизнь? Пока не то, что двойника Земли, даже каких-то признаков наличия двойника Земли, что бы ни писали, в различных социальных сетях не найдено. Нам известно более пяти тысяч экзопланет, но, к сожалению, прям подробно-подробно их изучать мы не можем из-за несовершенства техники. Лет через десять, да. Может, мы уже получаем фотографии этих экзопланет, то есть это как точка видна на этом созидуя светящейся. Мы уже имеем некоторое понимание, что там есть атмосфера, нет атмосферы, что в атмосфере и как, но хотелось бы понять точно, на все сто процентов быть уверенным, что вот там точно есть жизнь, там точно есть моря, там точно есть леса, кто-то бегает, а может быть, кто-то и смотрит. Это вот экзопланеты для нас во многом миры загадочные. А по поводу еще загадочного, одна очень есть интересная такая тема, это Венера, планета Бурь, как ее называли благодаря одноименному фильму в Высшем Советском Союзе. Она ведь тоже претендовала на роль двойника Земли. Она по размерам километров на 500 поменьше, но там совершенно адские условия. Давление почти в то раз выше, чем на Земле. гигантский прониковый эффект. Туман и облачность, все-таки больше туман из серной кислоты и поверхность вся, ну не вся, скажем так, большая часть известна от мероприятия Венера, она молодая. То есть был какой-то всплеск луканизма, который стер всю старую Венеру, загадил атмосферу, и вот мы имеем то, что имеем. То есть масштабная катастрофа, и вот потом получилась Венера, какой мы ее сейчас знаем. И вдевает вопрос, почему и не угрожает ли тоже повторение того же самого полнете Земля? Вдруг, кстати говоря, все знают про Иллоустовский супервулкан, и супервулканов много. И вдруг их одновременная активизация приведет к очень плохим последствиям. Что станет этой причиной и так далее. И вот, глядя на Венеру, продолжая ее исследование, а ее сейчас почти не исследуют. Мы можем ответить на себя на вопрос, чего нам опасаться здесь? Будет ли Венера нашим будущим? Очень многие говорят, вот, человечество само себя уничтожит. Я говорю, вы слишком хорошо думаете о человечестве. Раньше какой-то природный фактор подействует, и мы увидим уже изменившуюся планету. И вот, чтобы этого не было, нам необходимо знания о Вселенной увеличивать. Ну, то есть получается, что, метафорически выражаясь, космос, это, в общем, наше зеркало. Да, безусловно. Ну, что сказали. Красиво получилось. Да, космос наше зеркало. Хотя мне больше всего нравится космос, это наше будущее и потенциальное бессмертие. Вот освоение и изучение космоса, это все-таки разные вещи? Скорее да. Потому что, когда мы изучаем, мы собираем информацию. Когда мы осваиваем, ну, даже из бытового понятия терминов, мы пытаемся ресурсы на свою, в свою пользу использовать. Например, мы сейчас осваиваем околоземное пространство, размещаем там спутники, которые ретранслируют информацию, смотрят за погодой, это замечательно, это отлично. А когда мы исследуем, то мы лишь собираем информацию. Еще один момент, о котором тоже стоит сказать, что ведь в космосе очень много энергии. Солнечный свет атмосферы Земли задерживает и преломляет. Но если в космос вывести космические корабли с огромными солнечными панелями, они столько будут энергии вырабатывать, что землянам, опять же, надолго хватит. Вот такое освоение космоса тоже было бы нам на руку. Но пока до него не так близко, как кажется. Но если перевести это на земные годы, то сколько нам может потребоваться? Я, к сожалению, в последнее время не могу, не то, что не могу, не хочу давать какие-то сроки, потому что я не знаю, как будет двигаться, развиваться прогресс, какие события будут происходить на Земле. К сожалению, иногда приходится отвлекаться на земные события. Почему? К сожалению, они не всегда радостны. И они требуют быстрого включения. И понятные причины, когда есть угроза жизни, здоровью людей. Конечно, ты думаешь, ладно, заводы на Луне, города на Марсе, электростанции на орбите. Чуть попозже. Тут надо сейчас разобраться. Но, к сожалению, это такое. Поэтому по срокам я ничего давать не буду, чтобы зрителей не разочаровывать. Я думаю, что их фантазия более реалистичные сроки назовёт, чем моя. Ну, вот хочу акцентировать внимание на том, что, получается, мы осваиваем то, что в перспективе может стать для нас чем-то прикладным и очень важным. То есть это уже намного ближе связано с Землёй, чем просто изучение. Безусловно. То есть изучение, наверное, сначала интерес, и в перспективе изучение может стать освоением. Но освоение – это уже то, что изучено. Ну, вы совершенно правы. Ведь когда вы хотите купить участок земли какой-то, вы сначала его изучаете, смотрите там ровненько, неровненько, на ошибки, не на ошибки, а потом уже принимаете решение. Так человек устроен. У человека есть, что отличает его от животных, есть жажда к познанию, к открытию нового у любого человека. Ну вот не могу не задать вопрос. Конечно, он больше, наверное, относится к изучению, но всё-таки, когда мы осваиваем и изучаем космос, мы, получается, ещё и заглядываем в наше прошлое и отвечаем на какие-то вопросы, которые нас всех волнуют. Да, о том, откуда мы пришли, когда мы пришли, что там было на самом деле в Большом взрыве. Это ведь тоже сюда? Да, да, безусловно. Безусловно. Но прикладной характер таких знаний, мне сложно сказать, насколько он важен для человечества. Да, для мировоззрения, да. Но если мы сейчас вдруг узнаем, что Большой взрыв, там что-то было ещё, 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 это же не окажет непосредственно влияние на мою жизнь, на вашу, на жизнь уважаемых зрителей. А вот если мы сейчас научимся Титан добывать на Луне дёшево, это уже будет другое. Да, безусловно, космос это всё, в том числе и про самопознание и про поиск человека, место человека во Вселенной. Было бы в этом плане замечательно найти бы кого-то ещё и разумное существо в галактике. Потому что если они есть, это хорошо, а вот если их нет, возникает вопрос. Мы что, редкие? Мы что, уникальные? А возможно, все цивилизации на своём пути сталкиваются с некоторыми проблемами, которыми не могут решить, и тогда у нас большие проблемы. Вот, это тоже мировоззренческая позиция очень такая важная, тоже очень важный вопрос поиска самого разума. Вот получается, что есть объекты, планеты, которые могут нам быть потенциально интересны и важны, и полезны, да? Есть околоземное пространство, да, вот спутники, связь, опять же, электроэнергия потенциальна. А вот, например, звёзды, с них мы можем что-нибудь взять, или мы просто можем их как бы изучать аккуратненько и любоваться? Пока что мы можем их как бы изучать аккуратненько и любоваться. С другой стороны, некоторые звёзды, вот мы с вами говорили до включения, могут взрываться и посылать в пространство очень сильные пучки гамма-излучения. Ну, короче говоря, радиацией стрелять, вот так скажем, чтобы никого не смущать. И при попадании в Землю такой пучок может сбить с неё озоновый слой, ничем, хорошим это не закончится. Один из таких пучков уже долетал до Земли, и, да, некоторые искажения, скажем так, и в какую-то сферу Земли, и в озоновый слой внёс. И это тоже проблема. И поэтому, когда мы изучаем звёзды, мы должны лучше понимать их характеристики, их, условно говоря, режима работы, чтобы знать, ага, вот это надо бояться звёздочки, а вот то и не надо бояться. А это вообще наша самая любимая звёздочка, Солнце называется. Благодаря которой мы тут все и собрались, в общем-то. Да, да. Благодаря низкой активности, которой мы тут все и собрались. Пока низкой активности, да? Конечно, космос составляет больше вопросов, чем ответов, и всегда есть место интриги. И вот на этой интригующей ноте закончим наш сегодняшний разговор. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Пролили свет в самые тёмные уголки нашей, по крайней мере, Солнечной системы. Я старался. Если у вас есть вопросы, связанные с космосом, или вы хотите предложить новую тему для наших эфиров, оставляйте комментарии, и мы обязательно их посмотрим. Меня зовут Катерина Рукавичникова. До встречи на Вечерней Москве. Катерина Рукавичникова. Катерина Рукавичникова. Катерина Рукавичникова. Катерина Рукавичникова.